спасибо здравствуйте стояли с цветами на линейке вот такая улыбка до ушей ура школа ура но кто же знал что будет через несколько лет в принципе все было хорошо мама и папа так постояли на меня поглазили пофоткали всем там пошли в класс там пофоткали все не сказали учись все мы тебе больше не будем мешать и уехать не было страшно я немножко с детства интровертик слегка и было тяжело как бы коммуницировать с остальными детьми но я сразу же влилась в коллектив и я попала к классному руководителю своей же сестры вот поэтому проблем не было с 1 по 4 класс у нас было строго серый серая такая жилетка и сероватый пиджак и надо было носить юбки но я не носила юбки потому что я не люблю юбки и я носила просто классические брюки за что меня ругали говорили что нельзя почему тоже девочка нужно носить какой-нибудь сарафанчик платежка такое ну строговатое школьное я говорила нет я не буду это носить и надевала брюки они говорили что я пацан но собственно к чему это все и привело сначала очень странно они не принимали ну и особенно пацаны не такие девочка может играть футбол но потом когда постоянно в скульптуре спрашивали вы что мы будем играть и все девочки просто стояли в стороне я просто начала орать там дайте мяч там давайте поиграем во что-нибудь все дела и ладно все парни были мои но но сейчас когда подросли они стали даже наверно уважать вот они такие когда играли не берем ксюху в команду и все и мы выигрывали постоянно некоторые до делали поблажки в силу того что у меня не хватало времени потому что мои тренировки были на другом конце города и училась я в другом конце города вот и иногда просто даже не успеваешь не поесть ты берешь с собой постоянно форму спортивную ты с учебниками трясешься в метро делаешь домашние задания читаешь книжки учебники что-то заучиваешь и когда я говорила что вот я там например не успела сделать домашнее задание из-за того что была на тренировке вчера некоторые были снисходительны некоторые говорили что мой предмет самый важный и ты должна была обязательно сделать даже в силу того что у тебя не было времени ладно буду говорить физкультура мне очень нравился русский язык и литература и биология вот мне очень нравились а информатика обязательно вот русский информатика это все это топ и самое любимое это математика это алгебра и геометрия и история нет история это топ-1 мы их не любим на втором месте пусть будет она будет делить топ-2 алгебра с геометрией остальное все нормально общаюсь и до сих пор наверное бывает списываемся с некоторыми вижусь когда бываю дома вот например там пойти в магазин или дойти до метро и частенько вижу своих бывших учителей и одноклассников на физкультуре когда мы пинали ногами волейбольные мячи и за это нам ставили двойки журнал прямо не но грозили что типа вот еще раз и я там вас выгоня напишу докладную один раз от меня порвался мяч волейболь мне говорили что я за него заплачу но как-то до этого дела не дошло я просто казалось что я больше не буду и я пинала баскетбольные мячи было какой-то такой задиркой немножко я дралась с мальчиками потому что они мне обесили вот постоянно что-то дергают что-то рюкзаки пинают я взяла одного и тоже рюкзаком припечатала к стене ну и что в этом такого один раз сломали парту в классе ну ну просто решили побегать и получается залезли на парту и и она просто на две части поломалась но мы это почти собрали такой диайвай был мы почти ее замотали скотчем и вот так все сидели за этой партой и делали вид что с ней все хорошо но когда учительница заметила было не очень извиняюсь за все свои проделки в школе и будучи в подростковом возрасте наверное я бы такого больше не делал всех учитель учителей учительниц и всех работников школы поздравляю с школьники удачи